12 экскурсоводов медийной личности Серпухова дан старт удивительному проекту Серпуховского историко-художественного музея. На протяжении всего года раз в месяц рассказывать о представленных экспонатах, а также об истории города будут блогеры, спортсмены, деятели культуры и политики, герои уникального проекта «Без рамок. Люди-шедевры». Мы присутствуем с вами в купеческом усыннике семьи Морайевых, который был открыт, построен в том виде, в котором мы уже увидим, в 1900 году. Это всего 120 лет назад. Но сколько всего произошло в нашем городе за эти 120 лет? Стремительное течение истории, сколько тайн и интересных фактов несет она в своих потоках. Особую ценность приобретают они в устах талантливого рассказчика. Серпуховский историко-художественный музей в 2021 году раскрывает новые дарования в мире искусства повествования. В эти выходные стартовал проект «12 экскурсоводов. Медийные личности Серпухова», который открыла Татьяна Романишина. Я, наверное, отношусь к разряду серпуховичей, которые очень любят город. И, конечно, я не буду скрывать, что со школьных лет я очень любила этот музей. Очень многие вещи, они знакомы мне с детства. Сегодня я постаралась рассказать самые интересные впечатления, самые интересные нюансы для того, чтобы тот, кто здесь не был, тот, кто, может быть, сомневается, стоит ли посмотреть наш город, обязательно в него влюбился, обязательно пришел в этот замечательный музей. В образе экскурсовода Татьяна попробовала себя впервые, но, судя по реакции присутствующих, справилась с ней на отлично. В одеждах начала прошлого столетия рассказала она собравшимся о купчихе Мараевой и о том, как приехала она из Медунского уезда к будущему мужу. Посетители перемещались из зала в зал маленького уездного дворца Анны Васильевны, где каждое помещение было наполнено не только признанными мировыми шедеврами, но и увлекательными рассказами. Даже исторические анекдоты звучали в тот вечер. С особым вдохновением рассказывала Татьяна о жизни купечества. Тема промышленности и предпринимательства мне, как члену Совета Серпуховской торгово-промышленной палаты, была очень приятна и понятна. Поэтому хотелось рассказать именно то, что знаю я, исходя из промышленных экскурсий, исходя из истории купечества, с которой мы знакомились. И сегодня ведем огромную работу с туристической гильдией по поднятию интереса к серпуховскому купечеству. Напомним, что все 12 народных экскурсоводов – участники проекта, в котором медийные личности Серпухова выступили в роли главных персонажей в фотокопиях картин-шедевров из музейной коллекции. Рассказала Татьяна и о плотне Илариона Прянишникова в ожидании шафера, воспроизведение которой она приняла непосредственное участие, играла роль той самой несчастной девушки на выданье. А в трапезный музей собравшихся подчивали чаем и рыбным пирогом, традиционным угощением в доме Мараевых. В восторге от проведенного времени, от познавательной информации, которую мы получили. Хотелось бы еще и еще слушать, слышать, узнавать, познавать. Спасибо огромное. Этот год, безусловно, станет для музея годом интересных событий. Уже 12 февраля Ирина Луговая проведет следующую авторскую экскурсию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!